В эфире итоговый выпуск Петровки 38. Я Максим Сазонов. Здравствуйте. В начале программы краткий обзор наиболее громких преступлений, совершенных на уходящей неделе в московском регионе. 40 килограммов гашиша и 4 килограмма марихуаны хранил в арендованном гараже на юге столицы 31-летний драгдилер. Зелье было высокого качества, что подтверждало клеймо производителя. На подозреваемого удалось выйти через его сообщника, которого задержали ранее. С продажи крупной партии наркотиков подельники собирались выручить более 30 миллионов рублей. В Москве задержан последний участник Купавнинского ПГ, находившийся в федеральном розыске. На счету банды серия разбойных нападений и убийств, в том числе ограбление инкассаторов около одного из торговых центров Москвы в декабре 2009-го. Тогда налетчики забрали почти 70 миллионов рублей. Теперь подозреваемому придется ответить по статьям «Убийство, разбой, бандитизм и незаконный оборот оружия». Две москвички зарабатывали миллионы на подпольной продаже таблеток для похудения. Запрещенные препараты закупали в Китае. У бизнесвумен стражи порядка нашли 80 килограммов таблеток. Под суд пойдут и торговцы БАДами из Санкт-Петербурга, которые обманывали доверчивых стариков. Запугивали смертельными диагнозами, а затем убеждали купить у них лекарства, которые на деле оказывались пустышками. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В марте свой профессиональный праздник отмечают эксперты-криминалисты. Ровно сто лет назад в Центральном управлении уголовного розыска был создан кабинет судебной экспертизы. Тогда там работалось десяток человек. Сегодня в подразделениях МВД 95 ЭКЦ. В них проводят 49 видов экспертиз. По всей стране работают 17 тысяч специалистов и 75% всех преступлений раскрываются с их участием. В столице эксперты-криминалисты ежегодно раскрывают более 2000 преступлений. И именно Московский Центр по итогам 2018 года признан лучшим в стране. Екатерина Зотова продолжит. Кадры из зала суда 2018 год. На скамье подсудимых пятеро участников банды ГТА. Так ее окрестили журналисты. Налетчики действовали как герои известной компьютерной игры, будто подражая им. Как правило, нападали на автомобилистов, убивали их, грабили и угоняли машины. Но бывали и отступления от привычной схемы. В декабре 2013 года бандитами было совершено убийство четырех рабочих в бытовке на Егорском проезде города Москвы. При данном происшествии были изъяты 19 пуль и 19 гильз. На месте происшествия сразу же было установлено, что данные пули и гильзы от трех экземпляров оружия. Оружие это самодельное. Улики были направлены сюда, в экспертно-криминалистический центр МВД, на баллистическую экспертизу. А когда в 2014 году в Подмосковье оперативники вышли на подпольную оружейную мастерскую, эксперты подтвердили, найденные на месте убийства гильзы и пули были изготовлены именно там. Также было доказано, что принадлежала мастерская участникам банды ГТА. Результаты баллистической и других экспертиз были приобщены к материалам уголовного дела. По обвинению в причастности к 17 убийствам один из задержанных отправился за решетку на 20 лет. Четверо получили пожизненные сроки. Эксперты-криминалисты помогают стражам порядка вычислять преступников и доказывать их вину уже 100 лет. А начиналось все с самых простых исследований. Осмотры и фотосъемки места происшествия и дактилоскопирование подозреваемых. Сегодня же в России проводят 49 видов экспертиз, в том числе ДНК, голоса, почерка и даже запаха. Запах человека, считают специалисты, все равно, что химическая подпись, он глубоко индивидуален. И с помощью исследования этой подписи удается раскрыть самые сложные преступления. В начале 90-х годов в Москве объявилась банда из трех человек, которые заскакивали средь бела дня в магазины «Свет» и «Хостовары», производили с пистолетом Макарова выстрел в потолок, грабили, забирали всю наличку из кассы. На совести банды были десятки разбоев и грабежей. Главарь, как установят позже, убил четверых. На месте одного из преступлений он оставил шапку, ее отправили на экспертизу. Помогла коллекция запахов, хранящаяся у криминалистов, и служебные собаки-детекторы. Когда предполагаемый главарь банды по кличке Мишка Слепой был задержан, его вину удалось доказать благодаря этой улике. Уже в середине 90-х в России начали проводить генетическую экспертизу. Но сначала исследования были очень дорогими и трудоемкими. Только в начале нулевых экспертиза получила распространение. ДНК-лаборатория в столичном главке начала работу в 2005 году. С появлением нового оборудования эксперты-криминалисты сразу начали изучать биологический материал не только по последним уголовным делам, но и по старым, когда-то отложенным в долгий ящик из-за несовершенства техники. Одним из таких дел стала серия изнасилований, которые совершались с середины 80-х годов. Проводя анализ архивного биоматериала, эксперты стали находить совпадения одну за другим, и все преступления были как под копирку. Мужчина душил своих жертв, а когда девушки теряли сознание, насиловал и грабил. Но самое главное, что определили эксперты-криминалисты, маньяк по-прежнему орудует в Москве. ДНК с мест преступлений последних лет совпало с результатами анализа старых материалов. Результаты экспертиз криминалисты передали оперативникам. В 2014 году насильник был задержан. Когда его задержали, соответственно, был взят образец биологический. И при проведении анализа мы поняли, что это именно тот человек, который совершал эту серию с 85-го года по наше время. Вот этот мужчина. Его зовут Валерий Макаренков. На момент задержания ему было 67 лет. За 41 год он совершил 108 изнасилований. И это только доказанных. Макаренкова суд приговорил к 18 годам лишения свободы. Благодаря ДНК-экспертизе в Москве серийных маньяков-насильников на сегодняшний день нет вообще. После первого же эпизода личность преступника эксперты и сыщики устанавливают со стопроцентной точностью. Еще одна относительно молодая экспертиза фоноскопическая. С ее помощью определяют, чей голос звучит на записи. Сегодня фоноскопические исследования проводят при помощи компьютерных технологий. Вот это, по сути, рисунок речи. У каждого человека он уникален, как и отпечатки пальцев. Именно по этому рисунку, анализируя его шаг за шагом, звук за звуком, эксперты-криминалисты и устанавливают личность говорящего. И тут уж никакие уловки. Мошенников не спасут. Как не спасли аферистов из Ростова-на-Дону. Мошенники обзванивали московских пенсионеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Говорили, что кто-то пытается снять со счетов пожилых людей деньги. Просили сообщить данные карт. И сами же деньги с них воровали. Когда полицейские выяснили, что звонки поступают от жителей этого особняка, оставалось понять, кто именно звонил. Все разговоры аферистов с новыми потенциальными жертвами стали записывать. Эксперты прослушали эти записи сотни раз. Заключалась сложность в том, что все эти люди, они были родственники. Они жили в одном городе, они жили вместе. Тексты у них были одинаковые фактически. Речь у них тоже фактически одинаковая. Подробный анализ особенностей речи, а также произношение каждого участника банды дал результат. Причастность к преступлению десятерых членов большой семьи была доказана. Роль каждого установлена. Все это лишь самые яркие примеры работы экспертов-криминалистов. В действительности же с помощью этих специалистов в Москве, например, сегодня раскрывается 8 из 10 преступлений. В целом за год мы раскрываем только своими экспертно-криминалистическими средствами более 2000 преступлений. Устанавливаем лица. Причем мы их не просто устанавливаем с предположением, что они могли быть причастны к этим совершениям преступления. Мы однозначно утверждаем, что именно их следы оставлены на местах происшествия. У экспертов-криминалистов нет права на ошибку. Ведь именно они первыми оказываются на месте преступления. От того, насколько они профессиональны и внимательны, зависит ход всего расследования. А порой и человеческие жизни. Весной 2001 года молодой эксперт Екатерина Костенко выехала на место, где нашли труп новорожденного. Каково же было удивление ее коллег, когда Екатерина внезапно стала прижимать к себе крошечное тельце. Лишь взяв в руки обледеневший сверток, она ощутила – ребенок на грани жизни и смерти. Но его еще можно спасти. Ну и я, в общем-то, как женщина, я просто приняла меры, чтобы его запеленать и согреть. В настоящее время этой девушке уже 18 лет. Неравнодушие – одна из черт характера любого полицейского, в том числе и эксперта-криминалиста. Но одновременно эксперту необходимо сохранять беспристрастность и, главное, полностью отдаваться делу. Эксперт – это уникальная профессия и предполагает, прежде всего, я думаю, неуспокоенность в своей работе, то есть инициативность. Вот что-то не получается, он не должен на этом останавливаться. Это кропотливый труд, который требует усидчивости, внимания к мелочам. Обязательным условием является наличие достаточно высоких аналитических способностей, умение работать с большим массивом информации. Сегодня по всей стране работает 95 экспертно-криминалистических центров. В них трудятся почти 17 тысяч сотрудников. По итогам прошлого года лучшим МКЦ был признан московский. Екатерина Зотова, Алексей Коноплев, Сергей Емельянов, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. На сегодня у меня все. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok